Человек с помощью своего голосового аппарата может и говорить, и петь, и издавать разные другие звуки, свистеть, гудеть, пыхтеть или шипеть. Звуки речи бывают гласными и согласными. Когда мы поем, мы растягиваем, распеваем гласные звуки. Музыка подражает человеческому пению, и не зря говорят, что человеческий голос — это самый совершенный музыкальный инструмент. Хорошо было бы не только услышать, но и увидеть, чем один звук отличается от другого. Подключенный к ноутбуку микрофон преобразует звуковые колебания в электрические, а программа Audacity показывает на экране, как этот сигнал меняется во времени. Запишем сначала звуковую дорожку для звука И. ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Выделим небольшой отрезок дорожки и растянем его на весь экран. Сигнал от звука И похож на волну, гребни и впадины, которые находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Здесь за каждую секунду происходило 400 колебаний, и частота этого звука составляет 400 Гц. Звук, характеризующийся одной определенной частотой, музыканты называют чистым тоном. На дорожке от звука Ш тоже видны гребни и впадины, но они расположены совершенно беспорядочно. Такой звук, у которого нет никакой определенной частоты, называется шумом. Музыкальные инструменты – это специальные устройства для извлечения звуков с определенной частотой. Все струнные инструменты – скрипки, альты, виолончели, контрабасы – ведут свое происхождение от лука с хорошо натянутой тетивой. Многочисленные духовые инструменты происходят от простой тростниковой трубки. Из тетивы лука и тростниковой трубки можно извлечь только один музыкальный звук определенной частоты. А чтобы сыграть мелодию, нужны разные звуки – и высокие, и низкие. Легендарный Орфей сделал лиру, натянув несколько струн на одно основание. А если составить вместе несколько трубочек разной длины, получится флейта пана. Лесенка музыкальных звуков называется звукорядом или гаммой. Лучше всего ее устройство видно на клавиатуре фортепиано. Черные клавиши вставлены между белыми, то по две, то по три. Повторяющийся рисунок из семи белых и пяти черных клавиш называется октавой. Возьмем две одинаковые ноты из двух соседних октав. Частоты этих нот различаются ровно в два раза. Эта нота ля звучит на частоте 220 Гц, октавой выше на частоте 440 Гц, а еще одной октавой выше на частоте 880 Гц. Остальным нотам тоже соответствуют определенные частоты звуковых колебаний. Они и создают музыкальную гармонию.